Я говорю, это действительно вот в России только можно, это прямо как сама мать-земля, как тело, плодородие, вот эта змея соблазняющая, то есть я ее в натуре видел в Сарамске, и вот она, этот белый мрамор, который он оценил, говорил, что этот мрамор не хуже Карарского, о котором все скульпторы гордились, который в Италии есть, а вот здесь присутствует Эмира Геннадьевна, она еще скажет, она главный по мраморскому и по эльзе нашей группе уральской, и вот когда я в Москве ходил вокруг этой скульптуры, то как раз сзади вот эта нога у нее согнута, я смотрю, там синие, как синие жилки, вообще-то это считается, ну, такая чернухая, это брак в мраморе попадается на эти белые, а тут как-то я случайно, или может быть он увидел, как бы живое тело, белый мрамор, а там эти голубые жилочки просвечивают. Мрамор очень тяжелый, эта скульптура, она немножко повыше меня, но это очень тяжело, когда перевозили там из одного места, из Москвы, видимо, в Саранск, и ее несли, там, на северных восемь солдат, да, она упала, или одному ногу чуть не повредила, вообще мрамор это тяжелая вещь. Ну вот, а кроме этих, да, ну, потом приходят красные, и, нет, еще остановились, когда пребывали еще белые, к нему приходит делегация местных местных властей, Екатеринбургских и кто-то представители воинских частей Словацкого корпуса, и они уговаривают Степана Дмитриевича извоять памятник белому воинству. Он сюда подвернулся в 51-м году, и, как я думаю, еще Сталин был уже, когда с ним выбрали какое-то интервью, он об этом без варежи сказал, говорит, я отказался, отказался делать это. Но на самом-то деле, моя догадка, и она верна, он начинает делать этот памятник, но не просто белому воинству, а просто вот трагедия гражданской братоубийственной войны и человеку, мечтающему о свободе. И он делает вот это, то, что я называю памятник освобожденному человеку, официально он был назван памятник освобожденному труду, который потом прозвали его ингроболы, местные обыватели. И я думаю, что он его начал делать и сделал вот этого человека. Я вспоминаю Марта Лютера Кинг, борца за свободу негритянского народа, когда он похоронен, и на гробе его слава выбиты. Свободен, свободен, наконец-то я свободен. И вот этот Ванька голый или освобожденный человек, смотрите, он, это гордый человек, он хотел повторить Микеланджело по настроению. И вот этот человек с гордо поднятой головой, он освобожден от всех правительств, от всех кандалов и цепей. Это сверх, может быть, человек, но одновременно и мечта вот об этой свободе. Кстати, вы можете увидеть эту идею, продолженную скульптором Михаил Тальберг. Скульптор был в 63-е годы. Он, когда вернулся, у него мастерская бывала, он знал о его драме вот этой скульптуре, которая в конце концов была утоплена в городском пруду. И Тальберг сделал панно, это на остановке Студенческой, по-моему, Торлейбус, где, ну, вот этот дворец Урал, и не на Урале, а дворец Урал, и там рядом плавательный бассейн. И там на большом пространстве сделан вот тот, не знаю, как он называется, я тоже его называю освобожденный человек, где изображен мозаика огромная. И вот этот летящий человек, у которого сбрасываются с ног кандалы, цепь, и он летит к свободе. Конечно, эта идея Эрзит, подчеркнула, была подхвачена другим уже скульптором, и воплощена вот в этой монументальной вещи. Ну вот, значит, в этой книге много таких и ерекий, и, можно сказать, приключений, приключений, но жизненных и во многом трагических. Он уехал отсюда так и не осуществив своей мечтой. Ну, больше того, значит, здесь такие ультрареволюционеры, молодые, и, наверное, были и некоторые из руководителей народного образования здесь, в Екатеринбурге. Началась просто его травля, Эрзи, что он не так работает, все это буржуазное искусство, нужно новое. Ну, это тогда вот такие пошли стихи Курченых, это призывы сбросим Пушкина с корабля современности. И, в конце концов, его изгоняют из мастерской, с плачем он оттуда уходит, оттуда бросают эти работы, выбрасывают из окон и живопись. Там была умерзных художников и купленная. Все было разгромлено. И он такой горечи уезжает в Москву, но там Луначарский его поддерживает все же, и вот слова Луначарского, что это прекрасно развернувшийся мастер. И все началось на Урале, потому что был период действительно. Он прославился уже до революции, еще на выставках в Париже даже, но именно вот работа с уральским камнем, а потом, когда он оказался в эмиграции в Аргентине, кто выбрал дерево Кебрача, это в переводе с индейского «отбрось топор». Это такое крепкое дерево, как камень. И он его выбирает, и потому что ему интересно было работать с таким вот жестким материалом, не липом, который легко так вот резать только, но и потому что он сохраняется, такое каменное дерево такое. И да, ну и вот он оказывается в Москве, и потом, переключивая, а, и неосвязанная его мечта здесь, он хотел из горы извоять большую голову мыслителя, не знаем кого, Ленина, Маркса, или Иисуса Христа, или Кампанеллу, потом мыслителя, даже такой, он бы не конкретно какой-то портрет делал. И когда я рассказывал своим знакомым преподавателем, он строительным факультетом учился, они говорят, «Да как он с помощью бульдозера что-либо это находил?» Ну, то даже с этим, с зубилом, или с бучардо, это камень, который грубой обработкой делается, на гору не бросишься ведь так. Так он, вот изобретение такое. Он ходил по лесам и выбрал уже под Золотеустовым Александровскую сопку, она есть на фотографии Кутенкова. И у него замысел был такой, вот он находится на каком-то расстоянии, там гора. И, значит, с помощью каких-то канатов, или чего там, она разделена на клетки. Ну, как вот это ориентирует, значит, и клетки А2, А4, как шахмат, надо сказать, и вот там работают взрывники, он находится на расстоянии. Вот там заложили они такие взрывчатые патроны свои, уходят взрыв. Так он смотрит, сейчас туда идите. И вот так корректируя, он хотел сделать первоначальную грубую обработку этой горы, а потом уже работали и с бульдозером, и с зубилом, и с бичардой. Вот у него была такая мечта, так она осталась, неосуществленной. Он и проживая в Аргентине, продолжал искать такую гору, но так же ему это не удалось. Три мастера колоссальных у нас работали здесь, в Екатеринбурге. Это Иван Шадр, Степан Эрзи, и Эрзи неизвестный. И у всех троих самая главная мечта не осуществилась. Эрзи вот не сделал такую гору. Иван Шадр хотел делать подземелье, памятник страданиям человечества, разрабатывал, даже нашел шахту выработанную, такую, где можно было сделать, такой музей не получилось. Ну и Древо Жизнь, измышленная Эрзи, Эрзи неизвестным, тоже оказалась только в виде 7-метровой модели, а не огромного комплекса центра какого-то здания, в котором можно было буквально на машинах ездить. Ну вот, вернулся, Эрзи, в Москву, да, и если бы дальше он продолжал здесь жить, неизвестно бы, как сложилась его судьба. Но, как его, он сейчас вот звали, Александра Васильевича, он направляет его на выставку в Париж. Ну, не его персональная выставка была в советском искусстве, видимо, и там какие-то работы по его сервису Эрзи. Там он познакомится с иностранцами, а нам они предлагают ему сделать выставку за рубежом. По-моему, он вначале в Париже, оказывается, а потом уезжает в Аргентину. И вот 25 лет он был в эмиграции, хотя никогда не менял паспорт советский, и всегда мечтал вернуться сюда, домой. Кстати, там он делает одну работу, ну, это самый его главный, конечно, период работы вот с этим деревом. И он делает работу, двойной портрет Маркс и Ленин. Значит, это вот из этого, но он ведь как работал, он что-то тщательно обрабатывал, обрабатывал с помощью механического вот этого инструмента и оставляя какие-то изглевые дерева. И вот это сотворчество с природой, более характерно для его языка. И вот он делает этот портрет Маркса и Ленина, и хотел его подарить очередной годовщине советской власти. Отправляет, видит этот пароход, пошел там из Южной Америки. Пошел он уже, отправлена была эта посылка, и все, нигде, до сих пор никто не знает, где эта работа. А сделана она была вот из большого куска дерева, и с одной стороны было сделано изображение Маркса, и оно такое, какое-то корялое, такое, ну вот человек в этом мысли, такое впечатление, он думает, и это вот, его мысли отражаются даже в его облике. А с другой стороны, вот они, Маркс в одну сторону, а Ленин в другую. А Ленин уже тщательно обработан, тщательно такой, ну реалистический такая вещь. И все, погибла эта культура, и ее, видимо, просто наши доблестные органы не позволили как-то от эмигранта подарок какой-то Советскому Союзу, и ее утопили, и сожгли, просто ее нет. Но здесь, на Урале, в нашем городе Свердловске, историк фотографии Евгений Михайлович Бирюков недавно, вот он умен «Царство небесное», он говорит, «Я ты рисовешь с Эрзией», а я ему помогал других писать, каких-то вещах, и он говорит, «На тебе, наверное, может быть, это Эрзия», и подарил мне маленькую головку Ленина. На Доброзавление он много раз работал, даже первое издание книги называлось «Недорисованный портрет», он все мечтал Ленина сделать как-то выразительным. И я сначала подумал, ну, может, но, знаете, в скульптуре… Сейчас я вовлекся. Я вижу, что это действительно какие-то 20-е годы, вот почерк эпохи пресвещается всегда, вот так же, как здесь, вот вы видите, весь головка Ленина, подозревают, что это Шадр делал, это действительно в то время. Ну, и вот, и потом, а фотография вот этого Макса Ленина, она сохранилась, она есть у меня. Они там в профиль смотрят. И когда я… Вот так, головка вот такая, сейчас вам ее покажу. И когда я увидел этого Ленина на фотографии, и Ленина в этой скульптуре, и сделал в одном мастерок, и лжил, ну, точно, один к одному, то есть он в голове этот маленький образ держал, и потом в дерево уплыть. Я в Саранске показал искусствоведом, многие они говорят, да, все, это точно его работа. Ну вот, можно многое все рассказывать, эту головку я вам сейчас покажу. Вот, даже вот тут вот эти, вы увидите надбровные доги и так далее. Знаете, есть художники, они делают похожи на себя бывают, как китайцы, Ленин и китайцам рисуют там, и так далее. А здесь вот эти удмуртские черты, эти тоже сказали, сможете посмотреть поближе. Ну вот, если есть какие-то вопросы, пожалуйста, я что-то увлекся, еще можно долго говорить. К сожалению, еще один момент, когда в 54-м году состоялась выставка по детскому мосту в Москве, увидели, какой мастер у нас есть, оказывается, которого никто не знал, его забыли, ну, не забыли, кто он, где-то живут за границей. Но все равно есть такая книга Сара Валериус «Искусствует по этой скульптуре». В основном она набросила, что это опять буржуазное искусство, что это модерн, это не советское искусство, все эти головки женские и так далее, и так далее. И подговаривали, что на открытии выставки Сергей Тимофеевич Каненков выступил с раздробляющей критикой, что это не то искусство и так далее, и так далее. А судьба Каненкова была такая же, он тоже из эмиграции, был в эмиграции 25 лет. И вот уже должно быть открытие, Эрзи волнуется, ходит, маленький уже с усами, старенький становится, все ждут главного скульптора Каненкова. И Каненков появляется, ну и там эти московские чиновники говорят, ну сейчас он ему даст, он распечет его, приехал тут какой-то со своими этими скульптурками. Каненков выходит к микрофону, Эрза стоит, думает, что сейчас, а ему уже сказали, что готовится такой разгром. Каненков постоял, посмотрел на Степана Дмитриевича Эрза, на работу его так посмотрел, и тоже пожилой уже, пожилой, седой бородой, и Каненков говорит, здравствуй, брат. они обнялись и заплакали, выставку открыли. Все, спасибо. Спасибо.